я работаю инженером электроника работа заключается в том чтобы все оборудование работало для поддержания этой работоспособности все на это направлено очень много ключевых моментов таких вот насчет вот это работа и оборудования потому что оборудование есть то которые в единичном экземпляре есть например массовое оборудование литьевые машины например там это не так страшно есть такое оборудование которое на 1 и как только она останавливается практически может весь вся сборка остановиться у нас есть электрики которые обслуживают это оборудование например сменная и вот как только они не могут отремонтировать вот этого но тут мы уже вступаем в это дело разбираемся с электронной частью если неисправный блок по возможности этот блок пытаемся отремонтировать но если не получается но это редко бывает в основном получается у нас такая специфика что электронное оборудование даже на все но там есть она не отдельно работает она работает с механикой с гидравликой пневматикой чтобы отремонтировать например оборудование нам нужно это вот но хотя бы трем человеком заниматься этим делом сообща помогать друг другу кто-то что-то не понимает я помогаю мне помогает у нас такая вот собирается агломерация мы занимаемся тем что думаем практически вот так вот физические работы у нас немного у нас вся работа заключается в том что мы думаем собираем информацию там статистику какой-то собираем если полом какая-то когда статистика наберется можно сделать какой-то вывод вывод сделали начинаем искать причину неисправности основная сложность мы сталкиваемся с недостатком информации например по электронным компонентам не есть некоторые иностранные фирмы которые вообще не выкладывают никакой информации о своих комплектующих и вот это основная сложность потому что когда ты до чего-то дошел а это чего-то просто черный ящичек там с небольшим количеством ног или с большим например наоборот пусть 60 выводов в этой микросхемы и что это такое и как она работает как догадаться до этой логики работы вот это основная сложность любая там поломка или ширина неисправность во первых ее найти нужно советское время например приходил там оборудование какой станок или еще что-нибудь к этому станку присылали штук пять книжечек таких технической документации было все схемы были было описание этих схем в общем ремонтировать было просто в настоящее время оборудование приходит может быть с какой-нибудь такой общей схемой может быть вообще без ничего разобраться как это все работает найти неисправность и починить короче говоря победить вот это интересно это затягивает конечно работать с одной стороны проще стало потому что много информации в интернете можно найти все все вот эти вот технические документации например на комплектующие можно найти нельзя найти общую схему но можно найти отдельное комплектующие этой схемы документации раньше с этим делом было труднее с одной стороны но с другой стороны было описание когда заинтересован в том чтобы отремонтировать тебе интересно это сделать ты будешь всевозможные методы способы искать чтобы отремонтировать и вот еще